МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Как я всегда люблю говорить, на моем канале самое главное это разнообразие. И сегодня я решил сделать небольшое видео, как раз чтобы маленечко для себя освоить что-то новое. Тем более этот вид тюнинга для меня абсолютно никаким образом неизвестен. И поэтому назвать это видео автозвук для чайников я могу в полной мере, с полным правом. То есть, ну как вы догадались, соответственно, сегодня я хочу поговорить про автозвук. Поскольку я совершенно в этом не разбираюсь, естественно, я решил пригласить, так скажем, для видео не то чтобы прям совсем навороченную машину, потому что вам в большинстве случаев не очень будет интересно на такую смотреть. Ну, елки-палки, не у каждого есть сотни, многие сотни тысяч на то, чтобы оборудовать свою машину прямо для соревнований и все такое. Большинству, я думаю, будет интереснее посмотреть на машину, в которую вложены деньги, но все-таки на таком, знаете, бытовом скорее уровне, таком обывательском, знаете, ну типа каждый может так сделать и быть очень довольным. Я не спорю. И знающие люди вот уже в конце ролика наверняка напишут, уже посмотрев ролик, напишут, что бюджет тут тоже не слабый, да, можно сделать намного дешевле, но тогда уже и эффекта такого не будет, и уже нельзя будет сказать, что у вас машина прямо оборудована автозвуком. Сразу давайте, ладно, сразу скажу, что ориентировочный бюджет всего автозвучного, что в этом автомобиле есть, это 100 тысяч. Автомобиль у нас, вот в качестве примера, это обыкновенная Corolla Fielder, да, то есть первое поколение, будет видео построено в формате разговора, то есть я буду задавать свои глупые вопросы, а Паша, владелец этой машины, будет на мои глупые вопросы отвечать. Вопросы мои будут, я думаю, такие же, которые возникают у всех, кто когда-либо начинает задумываться о теме автозвука, и, соответственно, я думаю, что видео будет вполне полезным. Итак, Паш, первым делом расскажи, из чего обычно состоит нормальная человеческая вот система в машине, что нужно обычно собирать для этого дела? Ну, это, как правило, усилители, магнитола, темамики, ну и провода. Ну, сабвуфер, естественно, да, чтобы все как по-пацански было. И чтобы в человеках ничего не сгорело, много питания аккумуляторов. Ну, вот, слушай, вот динамики, грубо говоря, они же, я знаю точно, что они как-то подразделяются. Я вот, я знаю только там широкополосные и коаксиальные, короче, разновидности, а вообще же их наверняка больше, да? Ну, как правило, все динамики делятся на два вида. Это на качество звучания и на громкость. В моем случае я выбрал громкость. Ну, как показала практика, можно и при этом гибриде какого-то качества. Ну, это, я так понимаю, если на нормальных компонентах собирать, да? Да, если собирать, но более-менее хороших. Ну, вот, смотри, я обратил внимание, что у тебя стоит в основном Урал, там, вот, усилители. Вот я вообще вот в последнее время стал часто слышать эту фирму. Ну, я, естественно, понимаю, что хоть это как будто бы и российский бренд, но у нас вряд ли в России это все дело там собирается. Это все, это китайское, да, я так понимаю? Да, как правило, фирма зарегистрирована в России, а собирает в Китае. Качество нормальное, за свои деньги, в принципе, пойдет. У меня из Урала два усилителя. А динамики? Динамики и другой компании. Моднее или дешевле? Примерно то же самое, просто фирма другая. А вообще, вот, какие фирмы считаются модными? Вот, как бы, что вот, ну, что можно поставить и сказать, что это круто? Ну, наверное, во-первых, это должна быть какая-нибудь топовая линейка. И, в принципе, фирма должна быть любая. Просто в каждой фирме есть динамики бюджетного сегмента. То есть, недорого, там, за тысячу рублей можно купить пару. А может быть, за восемь тысяч купить. То есть, это будет топовая динамика. Вот смотри, обычно я слышал, все хвастаются, когда собирают, допустим, типа, у меня вся машина собрана, там, не знаю, на Альфарде, там. Это важно? Они вообще стандартизированы? Можно собирать из разных компонентов, разных фирм? Да, конечно. Есть стандарты, то есть, каждый динамик, они определенного размера, то есть, существуют, гостки различные. То есть, когда собирают на одной компании, как ты говоришь, на Альфарде... Ну, к примеру, это я к примеру просто привел. Тут два случая, либо машину собирают по деньгам от спонсора, то есть, вся, все комплектующие предоставляет компания, ну, допустим. Ну, типа, до рекламы, там, да? Да, и она с хорошей скидкой выходит. Там, ну, грех не взять. Либо человек, ну, просто хочет собрать прямо вот. Ну, просто, чисто ради понтовка. Чисто ему нравится ради понтовка, да, или ему нравится эта компания, вот он хочет собирать. Я вот во времена юности своей помню, всегда круто считалось магнитолки Пионер. Магнитолки Пионер сейчас по-прежнему круто считается, или уже давно эта фирма в тираж вышла? Ну, фирма, да, она, как бы, подразделила себя на две части, то есть, она выпускает, как и гараги, как магнитолы, которые стоят, ну, скажем, около 50 тысяч рублей. И также дешевенькие выпускают. То есть, фирма, да, по сей день работает, хорошая компания, ничего не скажешь. Ну, единственное, что раньше они делали по качественнее вещи. То есть, они удешевляют, как и все остальные. Короче, Пионер Магнитолка по-прежнему круто, да? Какая вот сейчас можно топчик взять? С 99-го Пионера. А ее прям так и гуглить надо, Пионер 99? Да, она сразу тебе гугл покажет. И сколько она? Ну, я не знаю, но я думаю, ну, ну, тысяч 20, например, да? В среднем она скорее новая, ну, надо поискать, ну, около 50, там. Ёпты, мы просто за одну магнитолку полтинник. Да. Охренеть, тебе реально... Ну, я уверен, что наверняка еще какие-нибудь дороже бывают, но это уже прям вот ты ее такую купишь, ты прям все, можешь быть довольны. А вот эта вот тема, там, процессорный, там, что-то непроцессорный, это почему, это что это такое? Ну, процессор сжимателем, но необязателем. А что он дает? Для какой цели? Он дает встроенный кроссовер в нем. То есть... Ты не делай сложных слов, я не понимаю. В двух словах, у тебя сабвуфер должен играть только низкие частоты. Так. И для того, чтобы верхние частоты на него не шли, чтобы он не грелся, ни, 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 ни сгорел, надо эти верхние частоты обрезать. Вот как раз процессорно-магнитол, лагаем, все это дело. Скажем так, разрулить. Ну, типа, как бы настройка более тонкая, да? Да, более тонкая настройка. Можно подогнать звуковые задержки на каждый динамик. То есть, грубо говоря, огна-гверь будет играть чуть-чуть попозже, огна будет чуть-чуть пораньше, и подгоняется под водитель, так, чтобы время игры от каждой гвери прекрасное, но по факту ты будешь слушать музыку одинаково. Ну, это, короче, сложно объяснить, это надо послушать. Ну, вот, говорят, вот там, вот я знаю, там подразделяется, да, там, низы, там, середина, это что такое, что это значит? Ну, звук, это диапазон частот. Ну, то есть, вот, я понимаю, сабвуферы, он басы выдает, да, это низкие частоты? Да, это низкие частоты. А все остальное? Все остальное идет на середину и на верхнюю частоту. Верхнюю частоту это пищалки, критеры. Ну, вот смотри, вот просто вот в машинах штатных же у них, ну, я вот, кстати, знаю, что в штатных бывают сабвуферы в машинах. Ну, вот, чтобы вот эти, вот, как ты говорил, что эти пищалки, по-моему, такого редко бывает, что было в штатных машинах. То есть, без них, по сути, обходиться можно, да? Нет, они бывают, только, как правило, экология идет в более дорогих комплектациях. Ну, например, если брать конкретно наши филгеры, они были только в последней версии со СК-97 мотором. И что, там прямо штатные вот есть такие твиттеры, да? Да, они маленькие стоят в уголках дверей, все культурно, все аккуратно. Вот, слушай, так это же прикольно на аппарате. То есть, без них можно, но звук будет не сочный. Вон как. Ну, то есть, ты чего-то просто немножко потеряешь. Как бы, в принципе, вроде нормально играет, да? Но как будто бы чего-то не хватает. Да, все верно. То есть, я так понимаю, что тот, кто не шарит, тот все равно не заметит разницы. Ну, по большому счету, да. Кому достаточно, как бы, и все штатки. Ну, вот, например, усилителей же тоже штатно, получается, в машинах не бывает практически. Вот для какой цели он нужен? Что, без него вообще никак? Можно просто, как бы, динамики с магнитофончиком-то работать? Да, конечно, можно. В любой магнитоле стоит приусилитель. Ну, выдает мощность порядка 15-20 Вт на канал. То есть, можно и через нее. Ну, просто это будет некачественно. И не так громко. Ага, ну, в смысле, то есть, усилитель прям в прямом смысле усиливает, делает громче, да? Да, то есть, там порядка, ну, в зависимости от модели, можно от 70 и выше Вт. Всегда вот показывают, да, вот всякие вот эти видео, там, соревнования, у них машины там колышутся, там, разваливаются чуть ли не на ходу, там, распорки, они в них варивают и все такое. Да, есть такое. Что за это отвечают? Почему бывает так, что вроде громко звучит, а машину не колбасит? А бывает, что не сказать, что громко, но колбасит. Это все из-за сабвуфера, я так понимаю, да? Да, у каждого сабвуфера есть настройка. То есть, можно сделать повыше или пониже. То есть, плохо различные жанры музыки. То есть, повыше, если сделать, то можно слушать клубные треки, различные быстрые жанры. Рэпчик? Нет, не рэпчик. А, вот как? Да, как раз рэпчик считается низкая настройка. То есть, ну, что я говорю? А, короче, танцевальная. Да, танцевальная музыка порядка 37 и выше Герц. Настройка здесь будет максимально быстрая игра сабвуфера, но и не будет, как ты сказал, кузов шевелиться. Это называется в нашем круге флекс. Вот это вот... Когда машина ходит к дымам, это называется флекс. Надо запомнить, чтобы, если что, щеголять. А если ты хочешь флекс, как ты делаешь настройку, вот и 20, ну, даже от 20 до 33, наверное. Ну, так, это мое мнение. И только же у тебя клуб играть не будет. Вот тут это рэпчик, да, конечно. Клуб пойдут только негры, да, рэпчик. Ништяк. Ну, зато будет как раз так весело, и так называемый ветер появится, когда... А, вот когда там, они там, девчонки сидят, волосы там. Елки-палки, как клево. Короче, грамотно, да, я смотрю? Главное, правильно сабвуфер настроить, все, и негры придут в твои тачку нормально, слушай. А я, честное слово, я думал, что его достаточно просто поставить, уже все будет красиво, уже все будет грохотать как надо. Да, ну и, опять же, стоит понимать, что не всякий сабвуфер даст тебе и ветер, и флекс. Ага. В каких частоках он лучше всего будет играть? В смысле? Так что, недостаточно просто взять самый большой? Нет. Ёлки-палки, как все сложно. Получается, что одни сабвуферы, как раз, вот их конек, это низкие треки, негры, ветер. Они прямо для эколога созданы. Да, низкие треки, да, негры. Да, а есть сабвуферы, которые предназначены конкретно для губничка. Ага. А рок тогда на каком надо играть? Или для рока сабвуфер, наверное, вообще не нужен, да? Да, в роковых песнях я скажу. Там нету, да, вот такого? Мало, да, мало. Ну, рок будет играть, в принципе, на быстром треке. То есть, низкие, не только для негры, все остальное. Под рэпчик, все ясненько. Слушай, это все охрененно много жрет электричество, я считаю. Я видел, да, у тебя в багажнике второй аккумулятор, и спереди тоже не слабый. Провода вот эти толстые. Это все вот, ну, обусловлено, я так понимаю, тем, что это дополнительное питание нужно. Да. Как с генератором? Не боишься ли ты, что это все подпалится, там, как-то там, тачка пыхнет, там, ну, ну, не знаю, как это все обеспечивается, безопасность, ну, чтобы на машину это никак негативно не влияло? Ну, здесь, как во всем автозвуке, есть некие правила, если ты приезжаешь на соревнования, то есть, тебя, ты должен подготовить машину по правилам. Правила эти придуманы не просто так. И конкретно, что заключается питание, то от каждого аккумулятора ты должен поставить приготранитель не более 40 сантиметров. и вот у меня стоит два аккумулятора, от каждого идет по проводу, и на этих проводах висает полпрофранителя 150 ампер. Суммарная емкость у меня 195 ампер часов. О-о-о! Да, и генератора, естественно, не хватает, но, так как я не постоянно езжу, накручиваю с собой, как говорят, наваливаю, то, в принципе, хватает. Раз в полгода достаточно там поставить на зарядку. Аккумуляторы у меня стоят АГМ-типа, то есть это так называемая кислота, которая находится в абсорбировом состоянии. Ну, короче, обычные типы. Ну, вот как обычный автомобильный, да? Да, нет, они не как обычные. Обычные, я говорю, просто в жидком виде кислота. А, тут как? А у меня она... Не вкурил никак, а тут как? Она почти как в гелевом состоянии находится. Короче, это что-то промежуточное между дорогущими гелевыми, да, и обычными автомобилями. Да, да. А гелевые, дорогущие они тогда в каких случаях ставятся? Ну, когда есть лишние деньги. А, то есть это не обязательно, да? Не прям... Вообще, по-пеканию... Но этим можно понтоваться. Ну, особо нет. Что, нет? Это что, не круто? Он столько стоит. Бантоваться, это можно литием. О, так, рассказывай. Ну, литий это новая фишка. Пекание. Каждый год столько придумывают новое в бане пекания. Литий чем хорош? У него малый вес, у него большие токи. А не маленькие, да? Ну, смотря какую ты возьмешь. Все зависит, короче. Вот прикинь, я вообще про такое не знал. Елки-палки, надо загуглить. Все зависит, как мощность такой автомобиля. А, в смысле, еще и сам, как бы, автомобиль важный, да? То есть в тундру можно... Не-не-не, от мощности и звуковой системы, в твоем... А, ну, елки. Да, суммарная мощность, она тебе предполагает, ну, определенные начальные данные, какое пекание тебе подбирать. Вот я знаю точно, что бывает, продаются прямо генераторы мощнее. Да, есть. То есть можно еще и затюниться мощным генератором. Да. То есть его будет как бы и на подзарядке... То есть, смотри, я правильно рассуждаю? Если, допустим, ты не хочешь там иногда свои аккумуляторы так, ну, вынимать и дома, допустим, подзаряжать, или там ты много ездишь, много слушаешь музыки, да? Ну, как бы, вот не хочешь вот этого всего геморроя, можно просто купить более мощный генератор, так? Да, можно. А они вот, ну, грубо говоря, ты их только по креплениям подбираешь, да? Нет, они идут, как правило, крепления универсально и с помощью сварки балкарда. А, ну, ясно. Короче, с помощью кастома. Да. С помощью кастома это все дорабатывается, устанавливается нормально. Вот это, вот это мне уже нравится. Я люблю, когда ты сделал все и больше не паришься. А вот сами вот эти провода, там, предохранители, там просто обычные автомобильные, как бы, участвуют предохранители? Или какие-то там, не знаю, домашние автоматы надо ставить, мощность-то не слабая? Ну, домашних бывает, конечно, скончается, но это лютый колхоз. Зато работает. Ну, да, работает. Как правило, ставят специально автозвуковые предохранители, то есть они прогонятся спокойно в любом магазине. Ну, они прям так и называются, автозвук, да? Типа для автозвука, да? Да, заходишь в кабинку автозвука и покупаешь предохранитель. А для различного номинала, то есть номинал прибирается, исходя из сечения кабеля. В моем случае, это кабель КГ-50. Обычный промышленный сварочный кабель. А он какой-то у тебя розовенький? Не-не-не. А розовенький, это он находится в змеиной коже. Так называемая вторая защита. То есть, обязательно по правилам ответить. Типа по нормам, да? Да, кабель должен быть в двойной изоляции. То есть, первая кодюга и ворогмая, и вторая, либо может быть, просто гофра, либо вот новая фишка пожарозащищения. А, то есть, это для безопасности? Да, в первую очередь. Ага. Сейчас система глотнавы безопасна. А я коробочки у тебя под сиденьем спалил такого домашнего типа. Давай рассказывай. Ну, коробочки, это, скажем так, элемент кастома. Не, ну, выглядит чистенько, я как бы ничего не скажу. Ну, мое мнение, что, в общем, эко идут у меня дисплейбьютеры питания. То есть, когда в этой коробочке находится кусочек медной шины, когда приходит, то есть, одна коробочка у меня на плюс, другая на минус. Ну, допустим, в плюсовую приходит два пролога с обоих аккумуляторов, объединяются с шиной, и с них уже пошли на усилители. Вот как. То есть, по сути, распределитель питания. Ага. Ну, можно купить готовые, но они не мешают доверие и стоят дорого. Ну, да, получается, они, грубо говоря, за такую цену, так скажем, не выполняют свою функцию, да? Здесь они, во-первых, там все аккуратненько разместилось. Да и надежные, я так понимаю, а что нет-то, если уж оно выдерживает более мощные токи. Если, допустим, ну, вот не хватает денег, да, на что-то, вот, грубо говоря, ну, вот ты стал все собирать, вот что-то как-то планируешь, от чего можно отказаться, что является менее важным элементом в системе? Или как вот, вот, короче, на чем сэкономить? Сэкономить? Ну, для начала, я считаю, гроза быть какой-то определенный бюджет. Не, ну, вот, допустим, вот он начал, и вот ему хочется просто, допустим, маффин подороже, но вот за счет того, что он маффин подороже купил, он на чем-то другом сэкономить хочет. Просто какой элемент системы всей является менее важным, типа того? Ну, наверное, как раз каким маффин является наименее важным. Опачки. То есть можно с любого маффина разрулить всю систему с помощью усилителя. То есть на каждом усилителе есть... Короче, она, по сути, роль играет считывателя такого, да? Да, и с точной звукой, не более. А вот уже все качество, это уже зависит от других, да, компонентов? Да, ну, то есть если денег вообще совершенно мало, то, естественно, будет система не такая мощная, как хотелось бы. Соответственно, можно чуть-чуть сэкономить пока на питании. Если система первоначально будет не сильно мощная, то можно сэкономить на питании. То есть второй аккумулятор можно пока не покупать. Ну, его, в принципе, и не будет в нем нужды, потому что система не будет сильно много требовать. А, ну, да, типа сама система же все равно, раз ты денег не хватило на мощную, да, собрать? Да, соответственно, можно купить усилители подешевле. Можно вообще пока без них обойтись, запустить все под никого. А, пока что от плата. Ну, там же недостаточно, может быть, входов, да, чтобы для всех вот на все динамики развестись, да? Да, ну, есть, как называемые, различные Y-кабели. То есть сейчас рынок полон всяких аксессуаров, которые позволяют тебе, что нужно делать, делить. Вопрос еще, вот про оформление, да, смотри. Всегда вот я знаю вот эти вот все штуки делают, там, значит, там что-то рамочку высверливают, там чулком натягивают смолой, обмазывают, там, обмазывают. Ну, да, короче, делают это все, ну, кастомно, да, в большинстве случаев? Да, да. Ну, а вообще, ну, как бы это можно просто взять, купить? Да, можно. Например, на некоторых автомобилях, если достаточно посидеть в интернете, то, я думаю, можно найти на многие автомобили, в частности и на русские. Какого увеличения? На жиге, наверное, в первую очередь можно найти, по-любому. Стоят, они недорого, и в принципе пойдет. А, ну, то есть, грубо говоря, чтобы вот так вот прям снял, допустим, штатную, да, панельку, раз сюда. Ну, чик и все. Да, да. Да, вот я что-то думаю, на японские машины вряд ли ты такое найдешь, там. Скорее всего, только на жиге, да, может, не знаю, там, на что-нибудь, какие-нибудь солярисы, ну, что-нибудь современное, распространенное. Да, то, что очень популярное, как правило, экотема пришла с запада, вот, все, что на западе есть, на эти автомобили проще найти. Все, только в таком случае. Я вот смотрю, у тебя вольтметры тоже есть, но это вообще надо или не надо? Вольтметры тоже штука нужная, но, как бы, можно. Ну, понятно, что не, прям, не необходимая, но, как бы, классно, да, если оно есть? Да, ну, во-первых, когда система слишком мощная, ну, или вообще система более-менее уровня, то ты должен наблюдать за напряжением. Потому что, когда начинают просады, а это, они есть у 99% автозвукеров, напряжение, да, падает? Да, в момент, то есть, когда, допустим, сабвуфер играет, мощность большая летит, то напряжение падает. Здесь надо очень аккуратно, потому что бывает, что при большом просаде можно спалить усилитель. Опачки, даже так? Спалить еще что-то. А это, кстати, предохранителям там никак не предотвратится, это нет? Ну, редко, редко, конечно. Вообще, желательно не пускать просаду. Ну, короче, тоже следить надо, да, получается? Ну, ниже 12, то есть, ну, у меня система повседневная, то есть, ниже 12 особо не бывает. Ну, и я обязательно контролирую все это дело. В задние двери, я знаю, еще ставят динамики, вот у тебя, по-моему, нет, да? Да, у меня нет, у меня стоит штатно, но я уже не помню о ней, по-моему, дальше отключим. Потому что у меня система громкого автозвука есть. Ну, она у тебя на громкость как бы ориентирована, да, которая? У меня на громкость, и мне задние двери не важны. Бывает, собираю эти задние двери, вдыхаю в них кучу динамиков, и вроде все это работает, но это мало кому важно. Ну, это уже, я думаю, такое чисто уже фриковое что-то такое, да? Да, либо на соревнования, либо шел в автомобиле. Ну, 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 так, это не так вот, что, как бы так, чисто себе по кайфу. Да. Ну, у тебя вообще, вот если прям громко крутануть, прям вообще грохочет, у тебя нет вот этого, как вот это вот, вибрации на кузов-то, нет или есть? Нет, сильно нету. Ну, маленькая есть, наверное? Ну, есть, конечно. Жуть какая. Я думаю, может быть, свалить куда-нибудь за город, может, погрохотать чуточку. Я, конечно, мне аж страшно, когда я смотрю, как тачки колеблются. Ну, можно, можно. Давай-ка тнем вон туда, в фром-зону, где я обычно это самое снимаю там. Паш, ну вот просто давай вот порекомендуй, так скажем, какой-нибудь хотя бы список из парочки, троечки производителей, которые и стоят недорого, и в то же время на них, ну, как бы не стыдно собрать там. Ну, и скажи обязательно, на чем стыдно собирать, например? Ну, в общем, просто стыдно собирать, наверное, это откровенный Китай, например, Мистерис, Супра, зеленый Фьюжн. Ну, это вот прямо самые какие. Прям совсем фу, да? Да, это антиавтозвук, если говорить честно. Ну, а собирать надо, к чему душа лежит, то есть, первоначально прийти, послушать, какие динамики, как играют, к какому колесовуху больше... Ну, вот про тот же Мурал, я так понимаю, ты, ну, ты как бы одобряешь, да? Вполне ничего, да? Да, нормально, да. В принципе, все более-менее одного качества. То есть, опять же говорю... Ну, их там, я так понял, не одни на этот, Мурал, там их несколько, да, есть на всяких фирм, да, которые, ну, типа русские, но типа китайские, на самом деле. Да, их сейчас полно таких компаний. Кажа Альфар тоже российская компания. Так, погоди, да? Да, они собираются в Китае. То есть, суть в чем, надо выбрать себе какую-то компанию, если она тебе прямо симпатизирует, и собирать. А настраиваются все сконортизованы? Да, все везде одинаково. То есть, от того, что ты выберешь какой-то, может быть, редкой, там, какой-то хитрой фирмы, да, это не означает, что тебе там скажут, там, сервисы, да, иди нафиг, мы не подключим, да? Нет, все одинаково. Они все, как бы, типовое, да? Все типовое. Всякие там, кабеля, джеки, кабели, 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 кабели. Джеки-то вот эти, да, там, коннекторы все, они тоже все стандартные, там нет такого, что у этой фирмы одно, у этой другое. То есть, просто какая-то фирма бывает чуть-чуть подешевле, какая-то фирма чуть-чуть подороже. То есть, для начинающих это тоже не был важный фактор, то есть, за те деньги, которые можно купить у одной компании, за эти же деньги можно взять у другой, но уже... Более высокого уровня. Да, более высокого уровня линеечку. Опачки, вот это вот всегда прикольно, слушай. Да, то есть, ну, как правило, все плюс-минус стоят и не макова. Я собирал на компонентках фирмы Динамик Стейт просто из тех соображений, что у нас в нашем городе все либо на Урале, либо на Альфарде. Другого как бы мало, и я хотел собрать что-то какое свое, чтобы не быть как все. Ну, короче, так, смотри, я считаю, что если, так скажем, бюджет в районе 40, ты уже все четко соберешь. Да, без проблем. Прямо, э, не, подожди, подожди, с учетом того, что ты еще за работу должен заплатить. Вот, например, я не умею, не знаю, как это поставить. Да, можешь с учетом за работу и собрать 40 тысяч. Ну, естественно, если бы ты собирал сам, ты мог бы сделать эти деньги. А на сколько бы я сэкономил? Вот сколько в среднем, вот, допустим, ну, вот, допустим, берем просто. Вот у нас в Иркутской области, скажем, стоит столько-то, для Москвы умножаем на 10, я так понимаю. У нас? Ну, блин, какой вопрос еще не говорим. Мага, изначально, прийти, наверное, в компании, которые занимаются установкой, они, как правило, называют себя студией громкого автозвука. У нас в области их много. Если закладывать тысяч двадцать с запасом только на работы, по-любому вложишься? Я думаю, что работы будут меньше стоить. Опачки, даже еще меньше. Да. Ну, возможно, даже где-то около десяти. Ой, так это вообще нормально. Это вообще... Короче, ребят, делаю вывод, что если прям хочется классно, соточка. Если хочется для себя классно, полтинничек. Вот, мне кажется, вот так. И чтобы все без колхоза, все было красиво. Сейчас, короче, хочу просто погрохотать. Мы сейчас отъехали за город. Просто хочу маленько посмотреть, как это все грохочет. Охренеть слегка, и все сворачиваемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, ребята, вывод у меня простой, что что-то я охреневаю, конечно. Но это я не опытный человек, да. Вот для меня вот это вот грохотание, это прям писец. И я уже начинаю думать, что, может быть, все-таки здесь не сотка зарыта. А как бы Паша, наверное, обманывает все-таки, наверное, побольше. Уж больно все громко и трепещется. Естественно, на видео вы этого не поймете. Это вот верьте, давайте вот просто верьте тому, что я говорю. Это пи***ец. Вот. И я думаю, если бы я реально, допустим, захотел, я бы, конечно, собирал бы, я думаю, не в такой бюджет. Но меня успокаивает то, что в соточку можно так угарно собраться. То есть меня это успокаивает. Для тюнинга, я считаю, музыкального это, мне кажется, не так уж и много. На соточку собрать для души, для себя родного. Тем более, если еще учесть, что вот это все, вот это дело, да, Паш, можно спокойно выдрать из машины и потом продать, если уж на это пошло. Единственное, что она прогаётся, это в минус. Ну да, она же бэушка. Тюнинг, какой он, и я уходишь в минус. Ну, за кого эмоции? Ну, так еще бы, конечно. Я вот сейчас даже сижу, она там тихонечко играет, а у меня все под задницу вибрирует. Короче, ладно, ребят, я думаю, некие вопросы для чайников я осветил, да, по крайней мере, лично для меня. Теперь очень многие вещи стали ясны. Подписывайтесь на канал, репосты в соцсети, все дела. Короче, всем пока.